Добрый день, уважаемые любители шахманов! И мы сегодня начнем изучать атаку Панова. И также, кроме этого, вариант с вторым ходом С4, называемый псевдо-така Панова. В чем смысл этого выбора Биот против защиты Каракана? Ну, атака Панова была, собственно, разработана советским мастером Пановым в 30-е годы. 20-го века. Ну, это очень острый дебют. И когда черные должны сделать выбор, к какому типу позиций они должны идти. Первый тип позиции, это они могут походить G6. И получается, что они сбрасывают пешку в стиле защиты Гронфитов. Второй тип позиции, они защищают пешку D5 ходом E6. И получаются позиции стандартные, так называемым изолятором. Ну, и третий путь, это тот, который предлагаю я, а именно переход в Эншпиль, там где приблизительно делается 15-16 стандартных ходов. На доске ферзи меняются. Материал получается, что у белых и у черных по две ладьи и по слону. Этот Эншпиль, к сожалению, большому для белых проанализирован достаточно хорошо уже. И если черные знают, к чему стремиться, они уравнивают. Поэтому белые сейчас хитрят, чтобы избежать этого Эншпиля и пытаются походить слонов на G5. Этот ход был уже давно придуман. Самая известная партия, наверное, 30-х годов Ботвинека против Флора была сыграна в этом варианте. Собственно, но теория, конечно, не стоит на месте. И белых на ход с лонжер Х5 ждет, конечно, неприятный сюрприз. А то, что пешку на С4 все-таки ударить можно. Белая пешка на Д4 подвисает. Ну, тут, конечно, большой минус этого всего, что если черные не знают длинные форсированные варианты, то, к сожалению, они обречены на поражение, скорее всего. Потому что теорию надо знать много. Но если черные всему готовы, я надеюсь, что если вы посмотрите этот курс лекции, вы будете готовы к этому, то они получат равные Эншпиль. Ну, и поэтому белые после слонжа 5 ДНЦ иногда ходят Д5. Кстати, это Ботвинек как раз против Флора. Твои партии знаменитые ходят. Ну, опять-таки, по секунде 5 ДНЦ 4 ждет их шок, а именно ход ТАШ 6. Я доволен своим анализом этого развлечения. Потом оказалось, к сожалению, что этот анализ совпал с анализом английского шахматистки 1 в 1. Ну, у меня он оказался более глубоким. Я даже применил на практике, но умудрился не выиграть партию, в которой соперник тратил час времени на обдумывание. А я не мину тогда на первые 15 ходов. Потом, конечно, сделал импульсивный ход, к сожалению, не выиграл. Ну, собственно, очень интересный этот вариант. И поэтому белые, к сожалению, ничего не имеют. И в ходе слон g5, и они должны хитрить. Если они это все знают, они могут попробовать сыграть, допустим, что-то более хитрое. Именно не идти в эншпиль после клония в 3, а как-то слон b5 подвязать и так далее. Ну, и у нас получается в таких случаях позиция с изолятором, ну, приятная для черных, потому что или они успевают разбить своего слона с c8 на f5 и поставить e6, если они это успевают, конечно, у них нет проблемы со своим биопольным слоном, у них все хорошо. Или же, как ходят иногда белые, совсем хитро, именно c4 на втором ходу, да, совершенно правильно вы поняли, идти в структуру атаки по новой, но при этом не переходя в основные варианты. Ну, и после того, как на d5 белые бьют, черные в ни в коем случае не должны бить на d5, потому что после конца 3 белые выигрывают темп по сравнению с основными вариантами, у них, конечно, перевес будет. Поэтому черные должны входить в коне f6 и в белых выбор, или в коне f3 и позиция с изолятором, но, как мы видим, этот изолятор не опасен для черных. Или же с f4 или слон b5, но слон b5 менее хороший ход, потому что от черных меньше требуется точности. Ну, что характерно для обоих этих ходов, что пешка на d5 подвисает белых, но они за нее как-то последними силами хватаются, и черным не так просто ее отыграть. Ну, поэтому ход f4 более интересный, поскольку там черные иногда отыгрывают пешку аж в районе 20-го хода, то есть это долгосрочная такая компенсация. И эти варианты тоже, к сожалению, черным нужно знать. Ну, да, все, что объединяет эти варианты, допустим, в отличие от некоторых вариантов закрытого варианта с E5, или вариантов, где белые в классической системе ракируют в короткую сторону, там ученых, собственно, знание теории не сильно надо, потому что они не могут получить мат. А тут, конечно, тяжелая теория, к сожалению, в современных шахматах нужно знать ее, знать даже левые варианты, поскольку даже в них белые, до черных могут создавать определенные сложности. Ну, собственно, опять просто краткого обзора в счету в этом курсе лекций, как работать с тем курсом лекций. Ну, во-первых, нужно в программе ChaseBase или ChaseBaseReader или связанной с этим программой установить, и там вот сразу открывается список лекций, видео, собственно, и базы. Ну, и рекомендую посмотреть видео, потом, когда зайдете в базу этой же лекции, ни в коем случае не начинать проверять, насколько у меня качественный анализ, потому что у меня анализ очень качественный, и все шахматисты до уровня 2600, если его выучат наизусть, то с теорией дебютной у них вопросов не будут возникать никогда. Почему я говорю про уровень 2600? Потому что на уровне выше там уже идет после анализа метальшпильных позиций более глубокий иногда. Хотя там равенство, но можно в метальшпиле еще найти какую-то глубокую идею. Ну, после того, как вы учили теорию, ее, естественно, надо наигрывать. Можно в Блиц наигрывать. Лучше всего учить теорию вдвоем или втроем и наигрывать в Блиц-партиях друг с другом. Ну, собственно, на этом все. Играйте в защиту каракан за черных. Всем удачи!